Масочный режим, мы будем с ним жить долго, коллеги, поэтому надо к нему привыкать. И это наша реальность. Когда многие расслабились и скинули с лица маски, специалисты призывают. Сейчас самое время их надеть. Динамика заболеваемости коронавирусом не шуточная. Чаще всего заражаются контактным путем в трудовых коллективах и дома. 653 – это внутри семейное заражение. Это значит, что близкие, общаясь друг с другом, возможно, кто-то находится на самоизоляции. И кто-то из взрослого поколения ходит на работу и заражает своих близких. А это значит, что меры личной профилактики в семье не всегда соблюдаются. При этом у 52% зараженных заболеваний протекает бессимптомно. А значит, это резерв для возникновения новых случаев. Если одни могут отделаться карантином на дому, то другие попадают в реанимацию. В пневмонии, вы видите, почти 19%. Это та форма, которую мы остерегаемся, боимся. И та грозная форма, которая может привести к тяжелым формам и к летальным исходам. За 10 дней первые случаи появились в 8 уголках республики. Нет зараженных в Ревнослободском, Алькиевском, Заянском, Камско-Устинском, Меделинском, Муслимовском районах. В планах на май начать в Татарстане сбор антител. Первые в очереди – врачи. Министр здравоохранения Республики Татарстан Марат Наилевич Садыков обещает, что тесты на антитела из крови придут в Республику Татарстан. И в приоритетном порядке будут исследованы медицинские работники. Надо понимать, что если медицинский работник имеет иммуноглобулин G, антитела, значит, он переболел в бессимптомной форме. Значит, он не представляет опасности для себя и для коллектива в случае заражения новой коронавирусной инфекцией. Сейчас динамика заболеваемости на уровне 7-8%. И этот факт пока не позволяет снять ограничения. Хотя примерный план выхода из режима у республики есть. Говорить о смягчении можно будет тогда, когда темп прироста опустится до 4-6%. А это напрямую зависит от того, как татарстанцы будут соблюдать режим самоизоляции. Давайте немного потерпим. И от того, как мы с вами дисциплинированно будем выполнять меры самоизоляции, меры личной профилактики, меры общественной профилактики, будет зависит, как скоро мы с вами все это завершим. Зарина Ахметова, ТНВ, Казань.